Здравствуйте, дети! С вами Иван Сыромятников, и сегодня я расскажу, как показаться очень крутым гитаристом всего лишь в пару-тройку шагов на ютюбе. Как симулировать игру на камеру на электрогитаре. Продолжаем рубрику «Вредные гитарные советы» от Ивана Сыромятникова. Электрогитаристы помешаны на скорости. Все хотят играть быстро, а те, кто говорят, что не хотят играть быстро, те вам врут, не верьте им. И неоспоримым мерилом крутости является всегда аргумент «А сыграй-ка ты с Икстоли 120». Давайте разберемся, что же это означает. С Икстоли — это когда не три, не четыре, а шесть нот играется за одно музыкальное измерение. Например, за один удар метронома. Ведь крутость гитариста определяется выполнением отдельных технических элементов. И когда один гитарист другому говорит, вызывает, бросает челлендж, сыграть на камеру реалистично, со треском струн, эти самые Икстоли имеется в виду, что нужно взять метроном, выставить на нем 120 бит и играть по шесть нот. Даже неважно каких, четко, чтобы было слышно, равномерно. Удар метронома — шесть нот равномерных, удар метронома — шесть нот равномерных. Естественно, сыграть Икстоли в таких темпах сложно. Если взять, к примеру, Master of Puppets знаменитый, там нет Икстоли, и все прекрасно играется аж в темпе 220. Даун строком, ударами вниз. Икстоли же обычно в этом челлендже играют переменным штрихом. И уже выше 130 где-то мало кто может сыграть. В начале этого видео я высыкал безумные Икстоли в темпе 152. Ну, просто потому, что на моем механическом метрономии нет отметки в 150, но есть отметка в 152. Давайте разберемся, как я достиг такой комической скорости. Первонаперво нам понадобится что играть. Недолго думая, я набрал в Яндексе упражнения на сексторе и нашел замечательное видео Айдара с канала Amazing Guitar, где он показывает несколько упражнений. Я взял самое простое, ссылочку, пожалуй, помещу в описании к этому ролику. Дальше я взял свой метроном и понизил скорость в два раза. Выставил 76 бит и медленно, придвинув мобильный телефон, в который я сейчас разговариваю, смартфон Sony Xperia сыграл в его микрофон близко звон струн под замедленный в два раза метроном. Зачем это нужно? Дело в том, что эксперты диванные, которые вас будут оценивать в комментариях на ютюбе, свято верят в то, что говеную запись со смартфона или с веб-камеры, где весь звук от гитары и вообще от игры, весь со звоном струн, сыпется прямо в микрофон этого устройства, невозможно подделать. Только такая запись не является неделимым и уверенным аргументом в споре о том, виртуоз ты или не виртуоз, умеешь ты играть эти упражнения на секс-толе или не умеешь. Диванные профессионалы аргументируют тем, что любую студийную запись, где гитара по-нормальному записана на прямую звуковую карту или снята микрофоном с комбика нормальным способом, ее, дескать, можно подделать в редакторе, а запись с веб-камеры или с мобильного телефона, дескать, подделать нельзя. В общем, записал я звон струн на смартфон, затем приблизил сам метроном, выставил его уже в целевые 152 бита и записал только звук метронома, чтобы у меня была отдельная дорожка, записанная говеным микрофоном, для того, чтобы я мог свободно манипулировать затем в редакторе кокос, рипер, громкости каждого трека индивидуально. Трек со звоном струн и трек с метрономом. Я это все положил в редактор и ускорил звон струн в два раза. А метроном мне не нужно ускорять, он у меня уже в 152 на отдельной дорожке прекрасно записан. Теперь мне остается вставить мою гитару, напрямую шнуром в мою звуковую карту, наложить плагин by SFX. Я выбрал простейший соло-пресет с скримером и 5150. Дилея я не стал накладывать, потому что мне лишние призвуки не нужны. И, собственно, тоже сыграл в два раза медленнее. Причем я даже играл группками по шесть нот. Чтобы исключить переход со струной на струну, потому что переход со струны на струну это всегда так тяжело, сложно. Но я об этом рассказывал в своем видео на внешнем про переменный штрих. Посмотрите, если не видели. И дальше я применил все тот же способ, который я уже объяснял, рассказывал и показывал в своих четырех способах записи фейкового соло на электрогитаре. Ускорить и нарезать. Сначала я хотел просто ускорить, но поскольку я ровно сыграть достаточно не смог, я все равно ускорил не в два, а в полтора раза то, что сыграл. И затем еще подогнал большую часть по сеточке, чтобы было идеально равномерное распределение шести ударов по струне. Предвижу комментарий. Ты зачем нужен этот геморрой? Проще было уже выучить, как играть, по-нормальному сесть и записать. Я скажу, нет, не проще. Я пробовал. У меня, например, нет таланта к игре на электрогитаре, нет достаточного времени, чтобы сидеть и надрачивать эти чертовы упражнения. Мне реально гораздо проще и быстрее просто нашинковать каждую нотку, получить гораздо более точный результат с меньшими трудозатратами. Тем более фрагментик-то пару секунд всего длится. Следующий шаг я запустил записанную подготовленную дорожку, прогнанную через SpiceFX вместе со звоном струн ускоренным и метрономом и дал это послушать моему смартфону в его микрофон, чтобы все записалось для того, чтобы соблюсти говенность звука. Тем более, что эта говенность, она очень классно компрессирует, корежит по частотам и скрывает все огрехи игры и все огрехи манипуляций, которые могли быть проделаны с треком. Теперь настала пора снимать видео. Видео, конечно же, я буду снимать на смартфон. Качество должно быть низким. Гитарист обязательно должен сидеть на незаправленном диване с раскиданной одеждой. Иначе никто не поверит, что перед нами не признан гений электрогитары. Какие фишки я применял? Во-первых, я взял самый тонкий медиатор, который только нашел. Он настолько тонкий, что он буквально прогибается под струной. Мне это нужно, чтобы минимизировать все движения в правой руке, чтобы правая рука вообще не об струну не останавливалась. Причем я даже стал играть не тонким кончиком медиатора, а толстым кончиком, чтобы он буквально проскальзывал в струну, как по маслу. Это не важно, что никакого звука он при этом издавать не будет. Мне лишь важно, чтобы я делал минималистичные движения, чтобы это выглядело убедительно. Затем я включил метроном уже в 152 бита и единым кадром снял, как я это дело играю. Но играл я под метроном в два раза медленнее. То есть я делал не шесть нот на удар, а три ноты на удар. И затем я эту запись в редакторе просто ускорил в два раза. Вы тут меня должны спросить, а как же это магическим образом? Метроном на заднем плане остался стучать, не ускоряясь. 152 бита четко видно и слышно. А теперь, дети, добро пожаловать в видеоредактор Final Cut Pro 10. Если вы хотите научиться в нем работать, у меня есть введение Final Cut на моем YouTube-канале. Бесплатный видеоурок. Итак, на таймлайне у нас слева идет запись, которую вы видели с самого начала ролика. Она абсолютно не изменена. Дальше мы видим три слоя. Аудиослой в самом низу. Средний слой, где я играю на гитаре, и верхний слой. Это слой метронома. Аудиослой, естественно, взят из кокоса. Тот самый, с которым я так долго возился. Эмулирующий звук со смартфона. Средний слой это то, что вы только что видели, где я в два раза медленнее играю под метроном. Но он, видите, там написано 200%, ускорен в два раза. И заметьте, концовочка слоя, там, где я делаю конечные вибрато и снимаю ноту, ускорена не в два раза, а всего лишь на 134%. Это для того, чтобы все это выглядело гораздо более естественно. Есть с электрогитарой такая тенденция, когда ты снимаешь видео, а потом его ускоряешь, и у тебя там было вибрато, вибрато на ускорении будет выглядеть дико козлиным. А теперь, детишки, поговорим о старом, как весь мир, кинематографа, киношном трюке, который называется комбинированная съемка. Суть в том, что если ваша камера статична, то есть стоит, например, на штативе, вы можете совмещать несколько кадров в одном при помощи слоев и масок. Вот эта красненькая обводка вокруг метронома показывает маску, Иными словами, кусочек из клипа, где я играю на скорости 100%, на оригинальной скорости, и метроном, соответственно, тоже движется на своей оригинальной скорости. Еще раз, поскольку кадры сняты с одной точки, одной камеры, и абсолютно идентичны в плане бэкграунда, встраивание происходит бесшовно и абсолютно незаметно даже для экспертного глаза. В общем, чтобы долго не лохматить бабушку, давайте я вам просто покажу этот же самый клип с подклеенным звуком, но без слоя метронома. Конечный результат, конечно же, получился грубоват. Я, во-первых, намеренно взял комически большую скорость, на которой мало кто из живущих гитаристов может сыграть эти секс-толли. Но если взять что-то реалистичное, то есть 120 бит или 130 бит, и не ускорять все в бешеные два раза, а скажем, аккуратненько в полтора, то все бы выглядело еще более убедительно. Ну и, конечно, фишка с метрономом или любой другой визуальной системой отчета внутри видео чисто опциональна. Главное, что есть тактика, которой я придерживался. Конечно, когда тебе 12-17 лет, и в твоей жизни есть лишь учеба и безграничное количество свободного времени, ты можешь совершенно спокойно это свободное время потратить на задрачивание упражнений на гитаре и доводить свое умение до совершенства. Когда же тебе за 30, у тебя есть семья, работа, и свободное время становится неимоверно ценным и редким, ты хочешь как-то побыстрее добиваться результата. Вы меня, конечно, спросите, Иван, но зачем ты, не посвятив достаточное количество времени в молодости изучению упражнений на электрогитаре, что ты там пытаешься про электрогитару, плакать на своем ютубе? Я скажу, потому что я преследую благородную цель нести гитаризм и музыку в массы, а не просто понтуюсь на камеру своими моторными навыками. Надеюсь, это видео было вам очень полезным. Если так, ставьте понравки. Делитесь этим видео в соцсетях. С вами был Иван. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok